приветствую вас мои хорошие на канале в гостях у заводчика корги воплощение мечты ваша любимая рубрика похоже любимая рубрика торопрогноз и мы с вами рассмотрим замечательный вопрос зеленский поехал в америку и был встречен там невероятными аплодисментами более 20 раз вставал конгресс в аплодисментах восторге от нашего президента это конечно был да да это фурор но в то же время и в китайскую республику поехал представитель руси не поехал ex ex-президент до бывший типа президент дмитрий медведев вам очень интересно чего же он туда поехал вдруг медведев кто в китай и кто медведи они же там таких насекомых едят он туда поперся ну ладно в общем очень интересно посмотреть чего поехал с какими результатами вернулся да и как он вообще оттуда живым вернулся не рисковал ли он поездкой в китай потому что говорят тут вирусы опять всякие разные понимаете как теперь теперь живу к путину не подпустят этого медведя вы представляете это ж ему теперь чтобы путина увидеть через вайбер и муж придется теперь два месяца сдавать кал извините но как он с китая приедет вы представляете это ж полный карантин до этого бухал а это вообще будет у него полный полный карантин дезинфекцию будет проводить по полной программе вискарем да ну что ж посмотрим взяла я три колоды мои хорошие потому что вопрос смешной пусть будет три колоды и так с какой целью это насекомое туда полетела это саранча медведка я бы сказала вы когда-нибудь видели вот этих вот жуков медведок медведка видели за такая вредители знаете они по весне их можно найти вот в начале лета их можно найти по таким отверстиям почве это я вам уже как ландшафтный дизайнер и огородник в прошлом рассказываю так вот мы эту медведку ловили в пивные приманки вкапывали бутылки такие срезанные пластиковый грунт вот так низенько и наливали пиво и вот эти медведки на запах пива влезали в эти бутылки и там топились в этом пиве представляете так что знаете у этих медведок с алкоголем вообще-то все не не хорошо не очень им алкоголь идет потому что алкоголь ведет их погибели да но видимо медведеву об этом никто не сказал передайте ему там что ли передайте кстати мои хорошие помните у меня был расклад на медведеву был и абсолютно сто процентов он сбылся даже там так интересно там был конфликтный какой-то конфликт конфликтный разговор и прям ссора большая с дамой с некой и я в тот момент не знала что у него проблемы с женой там и разводы и всякое такое а как оказалось потом буквально какое-то время прошло он там женой развелся так что отыгрались карты даже те о которых я вообще понятия не имела к чему их привязать да вижу что что-то с какой-то дамой там недоразумение да оказывается женой развелся медведка наш итак какая же была цель цель поездки деньги мои хорошие ну вот сразу видите рыбки деньги ехал за помощью за за помощью поехал за обещанной по стабильности знаете за какими-то постоянными поставками да то что уже обещано было ну видимо что-то не дают но что-то обещали да надежде смотрите по башке видите его карьера башня карьера видите поставлена на кон то есть не просто так а в надеждах укрепиться устоять удержаться как башня для него это было не только выполнить задание да но и показать что он еще чего-то стоит что его еще могут куда-то послать что он еще может даже встречаться с кем-то еще кроме кремлевского нарколога оказывается он может встретиться даже с китайскими там видите ли лидерами да потому что как-то до этого никуда в такие места его не брали и не звали да а здесь вдруг шанс такой укрепиться в карьере вы выпросить денег да тем более все равно эти деньги были уже обещаны вот такая история его поездки видите вот и за силой поехал заселась за помощью за силой поехал за усилением за деньгами за стабильностью за помощью и заодно укрепиться в собственной карьере вот такие были цели вот такие были цели его поездки мои хорошие видите да ему еще пришлось и конфликтовать и спорить отстаивать отстаивать эту поездку я так понимаю кого-то были планы видимо другого послать а медведев тут цветов проспался и резко заявил что не 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 мне надо мне надо почему я могу я я могу я справлюсь да вот ему говорят ну смотри на кон ставишь все вся твоя карьера ставится на кон либо пан либо пропал давай топай хорошо смотрите он даже проходил заранее какое-то обучение перед этой поездкой получал четкие инструкции проходил какое-то обучение видимо как встать как поздороваться как приветствовать то есть специально курсы даже человек прошел чтобы максимально правильно отработать так сказать эту командировочку чтобы нигде не накосячить потому что уже нет у него сноровки к таким встречам понимать это ж когда он был тем президентом все уже забыл все пропил а тут ответственное мероприятие понимаете поездочка в китай потому что ну вот так но планы у него были видите самые серьезные укрепиться в карьере получить помощь финансовую какую-то материальную да вот ну и показать всем там своим местным что он еще очень даже ого-го они его ого он еще ну вот такие были цели у него главное интересно про обучение ну да ну да эти китай уже такой там же все очень церемонии церемонии не так стал не так сел да это все очень важно а тут медведев как кто медведь в посудной лавке так что вот такая вот история хорошо хорошо давайте посмотрим как же прошла его поездка чем он столкнулся а потом результаты чем он возвращается он там вернулся или еще нет как прошла поездка что же его чем он столкнулся в этой поездки да вот он приезжает китай медведев приезжает в китай сейчас представляем себе приезжает китай и что же в китае сразу паж мечей сразу паж мечей так что-то в китае не сильно довольны поднапряглись так встретили его что-то ему дали смотрите что-то ему дали сразу да какая-то помощь поднапряглись но что-то ему выдали переводчика с китайского так так интересно ну смотрите встретили его по миру нормально да не выгнали за шеи не 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 смотрите не выгнали медведева за шеи встретили благополучно что-то дали смотрите одной рукой что-то дали помогли а другой рукой что-то забрали что-то забрали так в потерях интересно ну как китайцы да так чем столкнулся ой слушайте а медведеву а медведеву-то страшно смотрите ему ничего не понятно они там по-китайски что-то бурмекают а он ни хрена не понимает во всех подозревает зраду понимаете и злодейство вы знаете как ему страшно видите ничего не понимает ну ничего не понимать все вообще происходит выполнил он свою миссию не выполнил тут вроде помогают другой рукой забирают в общем китайцев ему не понять но не хватает у него интеллекта понимаете не хватает ой смотрите мало того что ему страшно и непонятно ну мало того так его же еще и дурят надурили как хотели облапошили посмотрите карта обман и афера чем он мог столкнуться китайцы как хотят так и крутят так и вертят этого медведева знаете на чем-нибудь там ну не посчитались они понимаете с его авторитетом да ой слушайте пусть он вообще скажет спасибо что он живой вернулся вы посмотрите судя по всему набил он там себе шишек немало так но впустили отпустили с миром его отпустили или отпустят отпустили должен уже благополучно уйти много он там был активен много проводил каких-то там разговоров убеждал ну то есть работу он свою работал то зачем он поехал он там делал да проявлял активность и много много шош надоел мои хорошие вы знаете пока 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 путин прячется в бункере это мелкий этот штыбзик возомнил о себе слишком много посмотрите он себя проявлял в этом самом китае как император он приехал не как всеми забытое оно да а как прям понимаете прямо лидер россии он приехал он задрал нос ни хрена не понимает в этих китайцах и в китайском китайском дурят его на каждом шагу одной рукой дают другой рукой забирают понимаете но поприветствовали приняли его с миром и оно уже о себе возомнило мои хорошие оно уже о себе возомнило что он же экс-президент типа он вообще был тем президентом он вроде забыл кто в этой стране император а кто он ну вы знаете вот видите президент он цепляется мои хорошие цепляется за карьеру и у него несмотря на его запои ну а что Ельцин же был запойный и ничего президент да он все таки надеется что его карьера еще может быть что это еще не конец для него он еще в надеждах что в этих изменениях которые ждут россии а они ее ждут медведев значит типа еще как-то там понимаете имеет шансы вот что я вам хочу сказать и поехав этот самый китай он желает эти шансы свои укрепить да даже я бы видите я бы сказала он сам настаивал что я поеду я поеду это не его выпхали туда да как уже кого-нибудь нет он поехал с важной миссией с важной это была важная поездка его готов он готовился даже к этой поездке да как встать как сесть как сказать тексты заучивал старался потому что у него планы на императора вот так вот к вам и медведев птички мои ну хорошо работал работал вот он прямо работал вы понимаете он прямо как лидер страны поехал прямо чуть ли не в короне поехал да ну кланялся низко низко кланялся я вам скажу все как положено отработал все как положено полизал где надо покланялся где надо в общем делал все как мог ну что вы ну что вы все нет значит его поездка прошла замечательно да он себя показывал старался изо всех сил конечно его там везде надурили ни хрена он ничего не понял но он старался как мог знаете ну вот знаете как та лошадь да которая к финишу не пришла и сдохла на полпути а когда у него спросили ну шо ж ты к финишу то не пришла она говорит ну не ж могла я не ж могла так вот и медведев но он старался мои хорошие это точно старался чате прямо изо всех сил потому что на кону его карьера метит в императоры подлец метит вот так вот знаешь как шелудивый кобель метит он вот ту-ру-ту таких шелудивых кобелей которые метят знаете их кастрируют это я вам как заводчик говорю да если они конечно не представляют племенной ценности а медведев чё какая в нем племенная ценность ну какая в нем племенная ценность на кастрацию точно угу угу Стоит Медведев И такой какой-то мандарин Знаете, такой китаец какой-то большой Знаете, ноги в сапогах И вот такие шаровары И он так с этой ногой Нога такая в сапоге под зад Медведеву Медведев полетел в Россию Я вам серьезно Слушайте, ну у меня фантазия просто Так, какие же результаты Ага Ну смотрите Главное, сразу вам скажу Главное его задание, ради чего он ехал Свой экзамен Вот его экзамен, который он должен был сдать Подписать договора Сделать вот что-то, что он там добивался Чего-то, самое главное, ради чего он ехал Все разрушилось, провалилось Полный провал Провал Но Дадут ли китайцы ему помощь? Да Да Денег китайцы дадут Смотрите Видите В новых дорогах Будут В новых дорогах Присыпят Присыпят Следом Вот ему подзадали А следом придут Это Новой почтой Привезут там что-нибудь Там каких-нибудь там Почтаников Этих Одноразовых ложек Каких-нибудь там подгузников Вот таких-нибудь там Этих Тампаксов Там что-нибудь Прислют Обязательно По-любому Помощь дадут Помощь дадут Китайцы Во время своих решений Исходят все-таки От своих Интересов Прошлых С Россией Так как у них С Россией Были свои В прошлом Дела и договоренности То и свои Нынешние решения Они все-таки Принимают Исходя из Прошлых Отношений Все еще Из прошлых Отношений А в прошлых Отношениях Они все-таки Соседи И имеют Общие Интересы Не забываем У Китая Там Неслабое Количество Неслабое Количество Земли В аренде А по сути Эта аренда Это уже Считай Собственность Попробую У китайца Что-то отобрать Ага Вот И Китай Знаете Подмазывает Подмазывает Нужно только Дождаться Когда бардак Начнется Понимаете А бардак Начнется Мои хорошие Обязательно И вот Китайцы По-хитрому Сидят Дают Русне Денег Дают им Помощь Да Я бы сказала Знаете Они дают Помощь На уровне Вот шестерка Кубков Это знаете Гуманитарка Это вот Такие Цветочки Не мечи А цветочки Знаете Гуманитарная помощь Чтобы эти дети С голоду Не померли Еда Какие-то вещи Что такое Гуманитарная помощь Гражданская помощь Какая-то А вот по их решению Они оказывают Для чего Чтобы поддерживать Видимость Да Такой дружбы Мы тебе что-то даем Для них это важно Чтобы раньше времени Не напакостить Не разорвать Те договора Которые в прошлом Между ними Были достигнуты Вот Дадут китайцы Что-то и для Для войны Какие-то инструменты Китайцы дадут Для войны Да Что-то дадут Видите Какие-то инструменты Для войны Дают Дадут Дадут Мои хорошие Дадут Китай Что дадут Дадут Что-то такое Может Знаете Материальное Может быть Просто деньги Какие-то Может это Какие-то кредиты Какие-то деньги На покупку Но что-то дадут Точно Возможно, это будет просто финансами. Просто, чтобы, знаете, не палиться на оружии, а просто финансы какие-то, чтобы те где-то там по-тихому что-то покупали. Дадут. На войну что-то дадут. Немного. Нет, по умеренности. Знаете, по умеренности это такое, чтобы как бы тебе дать, чтобы считалось, что мы дали, и в то же время к нам не было никаких вопросов. Знаете, вот так хитренько, по умеренности, вот как-то так. Причем, вы знаете, это будет какая-то такая помощь как-то так по воде, через какие-то страны, что ли. Знаете, как помощь, которую нужно будет еще ждать. Возможно, через третьи страны эта помощь как-то придет, знаете, которую нужно ожидать, не очень большая, еще ее и ждать нужно. Вот так. Но помощь будет. Да, будет помощь на войну. страна какая-то через какую-то страну по шуту не незначительная но какую-то подачку да кинет китай кинет давайте посмотрим а для чего для чего почему китай помогает россия почему почему что китай хочет какие какие у китайцев планы относительно россии и план ой луна планы у них мои хорошие под луной очень-очень тайны тайны и скрытые планы они не от открытой душой помогают а имея тайные свои планы под луной ага планируют новую дорогу видите что-то начинать планах у них тайная какая-то новая дорога смотрите жрица вы видите что значит китайские планы относительно россии вы посмотрите луна жрица понимаете там китай такой потайной ну и что давайте так относительно что-то чтобы пришло что они хотят получить все китай хочет получить все получить максимальную власть планы китая получить отдав малая по рыцарю отдать что-то по рыцарю а получить взамен максимально наполнить все свои кубки получить все власть над этой страной получить над ней власть китайцы хотят дороги в ожидании чего ждут в ожидании китайцы ждут когда в россии перевернется когда в россии все перевернется и для китайцев начнется будет шанс возможность для китайцев будет возможность знаете как такое ощущение что они вообще всю россию хотят ну вот правда как будто бы у них какие-то планы тайные вообще получить все как это не себе так это как они это себе представляют ну вот все получить мы сейчас им дадим на рубль а потом заберем на сто вот такие планы у китая все китайцы хотят всю эту страну всю россию не только сибирь а как это они себе представляют интерес какие у них основания хотят всю страну как они хотят что они хотят колесницы в каком-то актив какой-то у них есть активный план активном движении в каком-то активном движении в активном движении что скупить смотрите активно как скупить под дьяволом то ли забрать за долги то ли за слушать это знаете может быть какие-то все недра забрать за долги по сути это кредиты то что они дают сейчас помощь россии это не безвозмездно этой какая-то они вгоняют россию в какую-то зависимость зависимость и потом у них планы за эти долги забрать всю страну поняли меня то есть до китай помогает россии помогает оружие напрямую не дает дает деньгами гуманитарной помощью они готовы кормить там этой этой лапшой понимаете этих россиян и все такое там в общем им какие-нибудь там понимаете эти первой необходимости какие-то вещи посылать деньги давать готов но это вложение все это загоняет россию под дьявола в зависимость и китай имеет планы очень-очень тайные под луной под жрицей это уж куда более тайна да но мы китай разоблачили мои хорошие имеет планы как только начнется в россии нужное время смута смута мало того что загробастать ту землю которая у них в аренде так еще и скупить всю россию за кредиты за долги взять их посадить их в зависимость понимаете сделать всю россию зависимость вогнать возможно я не знаю какие там у них договора что они там должны будут отдавать но вся россия будет в зависимости под дьяволом от китая вот такая ситуация что они захотят у них забрать но что-то однозначно по дьяволу поверьте это и договорчик еще тот да один уже у них умник заключил договор с дьяволом доигрался теперь они с китайцами играются ну вот такой расклад мой хороший такой расклад так что такая история ну что так сказать китайцам руки карты в руки вы знаете если китайцы станут нашими соседями в результате этой войны тоже мало хорошего да потому что эти китайцы с их вирусами то то у них вирусы то у них какая-то саранча если они будут нашими соседями так тоже мы не будем сильно рады понимать эту русня то китайцы вот честное слово хоть строй эту большую китайскую стену от китайцев только держись что такая история такая история китайцы будут помогать русне потихоньку отдавая рубль забирая 100 помогать будут не явно военно нет деньгами но вы понимаете для них для них важно чтобы россия еще больше погрузала погружалась вот в эту войну погрузала в эти долги грузла в этих вот в этом дьяволе в этих обязательствах для них выгодно россия которая максимально от них зависит приходит ним на поклон дайте покусить пожалуйста дайте покусить пожалуйста вот это для китайцев самая главная выгода вот такой расклад мои хорошие такой расклад до новых встреч